Двое детей убиты российскими оккупантами на Днепропетровщине во время ракетной атаки. Сегодня утром в общей сложности погибших в Днепре и области, по данным Генпрокуратуры, уже восемь, пострадавших почти два десятка. В Днепре идет поисково-спасательная операция в поврежденном доме, который тоже атаковали ракетами. Там уже нашли тела двоих людей. С нами на связи корреспондентка программы Викна София Багутская, которая расскажет последние данные о этой ракетной атаке Российской Федерации. София, здравствуйте. Рассказывайте, что вам известно на этот час. Приветствую. Мы сейчас находимся в центре Днепра, рядом с нагонтажным зданием, которое сегодня утром атаковали российские оккупанты. На данный момент поисково-спасательная операция, как вы видите, приостановлена, потому что в регионе объявлена воздушная тревога. Ранее работники ГСЧС обнаружили здесь двух погибших. Это мужчина и женщина. И, как нам известно, под завалами еще могут быть люди. Это десятиподъездный дом. В его дворе сейчас все в обломках. Работали спасатели. Они тушили очаги пожара в нескольких квартирах. И прямо на наших глазах, когда мы проводили съемку во дворе, обрушился один из этажей. Мы дома были, мы спали, как обычно. Мы вот в восьмом подъезде на третьем этаже. Очень сильный взрыв, и стекла полетели. Ну, мы сразу выбежали в коридор, потом в туалет, там, ну, где прятаться. Сразу оделись и в метро побежали. Ну, выбегали мы тоже отсюда, потому что там у нас завал. Обломки по всему двору летели. Вон сосед у него пластиком был обшит балкон. Он загорелся. Я, двое детей, одному полтора года, другому девять, жена, теща. Дым пошел в дом, и мы давай выскакивать. Ну, а котики, они попрятались. У нас оставаться возможности не было. Потом ребята одного вынесли. Бонька, серая, сама выбежала из-под машины. У нас доставали. Кроме дома разбит железнодорожный и автовокзал Днепра. Работу железной дороги уже возобновили. Автовокзал сейчас закрыт. Там разбирают разрушенные конструкции. В Укрзалезнице сообщили, что из-за атаки по Днепропетровщине погибла работница компании. Еще семь железнодорожников получили ранения. Также с утра оккупанты атаковали еще несколько районов области. В Синельниково около 10 утра в больнице скончался еще один ребенок. Это 14-летняя девочка. Также среди погибших и 8-летний мальчик. В общей сложности на данный момент есть информация о 8 убитых российскими оккупантами на Днепропетровщине. И 19 гражданских, не менее 19 гражданских получили ранения. Трое из них пострадали в кривом роге. И в Павлограде было повреждено админздание. Также до сих пор в больнице Днепра находятся и двое пострадавших после вчерашней атаки на Днепр. Это мужчины 30 и 35 лет. Они получили ранения в результате ракетной атаки по Днепровскому району. Там был удар по инфраструктурному объекту и предприятию. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести с многочисленными осколочными ранениями и контузиями. Они в состоянии сейчас стабильном. И помимо медицинской помощи, как нам рассказали медики, им также оказывали и психологическую помощь, поскольку у людей был сильный шок. Пациенты имели ранения множественных частей тела, а именно головы, грудной клетки, живота, нижних конечностей и кистей. Операции заключались в удалении обломков, проникающих тяжелых ранений. Они не получили. На месте вчерашнего попадания пожарные потушили два возгорания. Например, на предприятии площадь пожара составила 950 квадратных метров. Вот такая у меня информация. София, у нас один вопрос к вам. Российские оккупанты прицельно бьют по энергообъектам Украины. Что сейчас известно о энергоснабжении в Днепре? Есть ли верные отключения в свет? Верные отключения, да. Они у нас присутствуют. Это все есть. Я знаю, что призывают граждан экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки вечером и утром. Это есть, конечно же. Да, София. И власти Украины призывают граждан Украины с 18.00 до 22.00 как можно меньше пользоваться светом для того, чтобы вся страна была с электрикой. София, спасибо вам большое. София Багутская рассказала нам о результате, о последствиях ракетной атаки российских оккупантов по Днепропетровской области. Редактор субтитров А.Семкин